Через паузу мы продолжим разговор об истории Савинского подворья в Москве и о том, какие работы сейчас ведутся по его восстановлению. И встретимся с экскурсоводом и телеведущим Михаилом Жебраком и народным артистом России Борисом Щербаковым. Это программа «Мой район» и сегодня мы говорим об истории Савинского подворья. У нас в студии экскурсовод и телеведущий Михаил Жебрак и народный артист России Борис Щербаков. Михаил? Готов. Борис Васильевич, приветствую вас. Очень приятно. Первый вопрос к вам, потому что, я насколько понимаю, вы много лет в этом самом доме просто жили. Ну да, несколько лет я прожил. Ну и каково это вот жить в объекте культурного наследия? Да как-то так, когда там живешь, не особенно это ощущается и особенно об этом не думаешь. Вот, а когда выходишь из квартиры, спускаешься по этой шикарной лестнице, с двух сторон которой окна такая, и та, с потрясающими перилами, с балясинами великолепными. Вот, и когда выходишь на улицу, смотришь, и вот здесь уже ты начинаешь понимать, что да, ты живешь в историческом здании. Окна у вас куда выходили? Окна выходили во внутренний дворик. Вот в такой вот, да, с лепниной такой, ой, как интересно. В каком году вы туда переехали? В 78-м. Тогда ведь в наше советское время эти квартиры давали, что называется, их же... Ну да, ну малюсенькую квартирку нам дали, да. Это от театра? Да, от театра. Там какие-то другие коллеги в этом же доме жили ваши? Мне сказали, что в свое время жил Коля Бурляев в Мордвиновском доме. В длинном-длинном-длинном-длинном. Да, в Сталинском доме, который выходит уже на Тверскую улицу. Жил Борис Николаевич Ливанов, там его мемориальная доска. Да, сейчас живет его сын Вася, Василий Борисович, вот, и Женя Стеблов. Они в разных подъездах, но вот они, они живут в этом доме. А в этом доме, между прочим, было несколько квартир наших педагогов в школе-студии. Так что мы ходили к ним на занятия иногда. Ну удобно, рядом, там в общем зал был завернул, и ты уже... Да, да, да. Так и школа-студия была не на этом месте, а немножко туда, ближе к Дмитровке. Бывшей Пушкинской. Михаил, я так понимаю, что вот Сталинский этот дом, он появился ровно на месте этого дома, который был подвинут. Ну он чуть длиннее, но да, конечно. Он подвинут именно вот в глубину. Дом, кстати, Сталинский уникальный, потому что его строили, во-первых, уже по точным методам. То есть бригада шла, вот тут вот делаем фундамент, а вот за ними уже идут, кладут стены, а за ними идут, ну чтобы убыстрить. Строили быстро, качественно, но кранов не было подъемных, не было у страны кранов, поэтому был один, который стоял на другом доме, на соседнем. А здесь поставили две вышки, там были тросы, и лебедкой тянули вот, ну то есть был вот такой провесной кран, есть фотография, это очень интересно. Причем этот дом стоит на части фундамента Савинского подворья. Наверное, я не знаю, мы с ней использовали, да. Потому что когда его передвигали, сначала построили фундамент рядом, потом со старого фундамента его срезали, и уже на лебедках стали двигать электролебедки, рельсы, волки такие. Вот на этом участке Тверской улицы, во-первых, ну раз мы сговорили о том, что двигали, мы воспринимаем Тверскую такую старую, но мы все родились, когда, в общем, она уже была расширена. Но она была в 17 метрах, да, сейчас 54, то есть это в 2,5 раза. И ее вот этот отрезок от Воскресенских ворот до Страстной площади, ну до Пушкинской, да, извозчики, и вообще москвичи называли улица Змея. Она была узкая и немножечко изгибалась и от Пушкинской, ну нынешней. Кремль был еще, как сейчас не увидеть, это были изгибы. И на этом месте когда-то стоял Воскресенский монастырь, и ворота Воскресенские, восстановленные возле исторического музея, они названы по Воскресенскому монастырю, но такое ближайшее, в общем, ну важное очень место. Это очень давно Воскресенский монастырь. Давно, давно. Давно это когда? В 17 веке его приписали к Савино-Сторожевскому монастырю, потому что Савино-Сторожевский монастырь был такой очень популярный, ну практически наша первая лавра, туда ездили цари, вот к нему приписали Воскресенский монастырь, он стал подворьем, то есть таким представительством Савино-Сторожевского монастыря в Москве. И вот сейчас, ну во-первых, на улице на Тверской, вы прекрасно знаете, там семь вот этих великолепных арок, некоторые из них же из гранита полированного, разные, с колоннами, и туда втыкаются улицы, вливаются в Тверскую, это очень эффектно. А одна из арок, она ведет не на улицу, она ведет вот к вашему дому, это очень здорово подано. То есть ты из арки попадаешь вот к этому уникальному зданию. Открывается вот этот вид. Когда мы сейчас видим это здание, во-первых, оно зажато, раньше оно стояло на более узкой, но на улице. У здания есть небольшой перелом, он читается во дворе, но улица была не очень ровная. Вот, а так как это здание стояло на улице, то первые два этажа были заняты торговлей. И там огромные стеклянные витрины, которые потом заложили, причем сделали даже в русском стиле такие квадратненькие какие-то ниши окошки, но первые два этажа заложены эти огромные витрины. И если их восстановить, то здание будет другим, оно же станет легким. А вот мне интересно, вы сказали, что было построено на месте монастыря. Да. Это чем было вызвано такое решение? Ну, не совсем монастырь, монастырь был уже упразднен, была церковь. А, к тому времени уже не было. Нет, уже, ну, он был сначала монастырь. Миш, я лично читал, что просто монастырь пришел в запустение совсем. Естественно. Он был построен в 15-м, а к 17-му уже стал... Его, да, передали его Савино-Сторожевскому монастырю. Вот, поэтому церковь сохранялась, он уже был подворьем, и на этой территории стояли разные здания, помимо храма. Вот, так что это не на месте монастыря, это, в общем, ну, долгая, очень многовековая история. То есть к разработке этого проекта церковь отношения не имела, да? Имела. Имела? Имела, конечно. Имела. И есть потрясающая история, если позволите, я расскажу. Потому что наш московский и российский кинематограф начался с этого здания. Там была не совсем студия, там был магазин, представительство такое. Контора, и он там жил. Да, Ханжонков, да. В подвале у него была мастерская, где делали титры, все фильмы были иностранные. Надо же было наш, ну, а как гнимое кино без титров. Так что они там делали титры на русском языке. А на первом этаже у него был магазин, потому что он начинал с того, что он продавал эти аппараты, проекторы. Да, да, да. Иностранные, немецкие, там еще какие-то, вот. Там же у него была, ну, переговорная. И был небольшой демонстрационный зальчик, где он показывал потенциальным покупателям, какие он чужие фильмы продает. Он первый начал в Москве, ну, один из первых, да, снимать. Сначала он снимал документальное кино. Тогда это называлось «Видовое». И первые два фильма у него было «Строительство окружной Московской железной дороги». Ну, то, что сейчас вот «Транспортное кольцо», да, третье, где поверх уходят поезда. И «Ремонт Кремля». Первый художественный фильм, он снимал то, что сейчас называется стендап. Он поехал с камерой, с оператором на большой круг в Сокольниках. И там выступали какие-то комики. Когда пленку проявили, оказалось, экранов не было. Камеру установили плохо. И срезали голову, ну, может быть, не так, а к артисту. Вот с чего начиналось, да, кино и телевидение. Можно я добавлю про Ханжонкова? Он решил построить рядом с Савинским подворьем кинопавильон. Для того, чтобы построить этот павильон, ему надо было получить разрешение церкви. Вот вы говорите, участвовала ли церковь в проекте, конечно. Конечно. Как? Вот. И он пошел, значит, к иерарху, к одному. К наместнику. К наместнику. К наместнику, да, 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 да. К наместнику этого подворья. Да. Да, и начал его уговаривать. Тот был категорически против. И он отказал. Тогда Ханжонков его начал уговаривать посмотреть какое-нибудь кино. Потому что он ни разу не видел. Он ни разу не видел. Вот. Долго уговаривал, наконец-то уговорил. И он показал фильм что-то там с Нилом. Ну, какая-то видовая такая картинка. Это ночная съемка с лодки Нила. Вот, 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 да, да, да. Документальный фильм. Да. И на что, значит, этот человек, когда посмотрел... Во-первых, когда он смотрел, он что-то бормотал. Все время бормотал, бормотал. Потом, когда посмотрел, сказал... Да чего же Господь может уразумить людей? И вот он разрешил строить на землях, принадлежащих монастырю, да, Вина Старожевскому, в глубине, во дворе своего дома, который выходил на Тверскую, построить вот этот павильон. Когда он его построил, он его, чтобы ему не мешали снимать климатические осадки, снег, дождь там и так далее, и так далее, он его накрыл стеклянным куполом. Но оказалось, что в нем было ужасно жарко, и летом невозможно было... Парниковый, да. Да, 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 парниковый эффект невозможно было снимать. Снимали только осенью и зимой. А зимой, разумеется, топили. Вот, ну, и в конце концов, а топили как? Ну, печкой, да, русской, ну, и, наверное, буржуйки, что-то такое. Ни одной печкой. Какая-то такая, ни одна печка. Ну, в общем, короче, он сгорел. Ну, пришел капитализм, естественно, монастырь использовал этот участок и под сдачу, в аренду строились разные дома, вот, и в какой-то момент решили ставить новый. Ну, там и храм тоже был. Был, конечно, новый храм был. И в какой-то момент решили ставить коммерческое здание. Доходный дом, да? Доходный дом, да, да, да. А что там в этом доме? Смотрите. Аренда? Я так понимаю? Да, до революции квартиру купить было нельзя. Можно было купить дом, ну, или землю построить дом. Дом кому-то принадлежал. Ты там арендовал магазин, подвал, подсклад, ну, ты как бы его использовал. Чердак художник мог там снимать, да, для мастерской. Или квартиру. А хозяин получал доход. То есть в этом доме были квартиры просто, да? Да. Причем очень по метражу довольно большие. Я очень люблю и цифры, и метраж. Вот ваша квартира, она была старинной или все-таки уже поделена? Старинная большая квартира. Поделена. Поделена, да? Поделена, конечно. Конечно, 32 метра, по-моему, что-то вот как-то так. Ну, малюсенько, да. А изначально там какой метраж был у квартиры? Я планов не видел, но стандарт московской квартиры, вот прям стандарт, это 5-7 комнат. Архитектурное решение, это вот в каком-то стиле определенном. Где? На каком этаже? Вот, это второй, второй, по-моему. Второй, а вот они. Рамы узнаете, да? Ну, конечно. Здорово. Архитектурное решение, ну, это Иван Кузнецов. Необыкновенно успешный архитектор. Много он именно промышленных зданий построил. В Москве, вот, Медведниковская гимназия, деловой двор, площадь Ногина, советская, да, сейчас это Китай-город. Вот это серое здание, огромное, с аркой, которая на угол выходит, к варварке туда, классическая. И в глубине там еще гостиница, с эркером таким вот, за церковью. Вот, это он построил. И я где-то слышал, что он строил санатории на юге. А вы в этом санатории наверняка были. Самый известный санаторий в Сочи, самый красивый. Я, к сожалению, я только вот в этом году поеду в Сочи, я ни разу там не был, не знаю. И меня Рженикидзе не осматривали, то экскурсии водят. Нет. Это, ну это город. Такой вот сталинский классицизм, это город. Это вот Кузнецов. Кузнецов, да. Но все-таки я вот не могу избавиться от ощущения, что доходный дом звучит, в общем, так очень буднично, банально. А смотрится это вот то, что называется с архитектурными излишними. Это была такая практика, вот доходные дома строить вот в виде таких, ну, замков. Ну, вот на старой фотографии Тверской, да, видны эти башни угловые, вон они, да? Да, да, да. Вот, у тебя должны арендовать. Это должно быть красиво. Ну, это все сводится. А архитектор, он что, хочет построить некрасиво? Поэтому он выбрал русский стиль. Да, надо как-то выделиться, как-то там сказать. Это русский стиль? Это русский стиль, да. В нем, конечно, это там, пятый-седьмой год, начало. С одной стороны, русский стиль, вот, всю вторую половину 19 века существует, в Москве особенно, ну, потому что, все-таки, это первая такая патриархальная столица, да? Да. Город купеческий. Купцы очень любили русский стиль. Хотя часто и классику использовали, модерн потом пришел. А тут это, ну, постройка-то, которую курирует церковь. Да, конечно. Поэтому это патриотично. Сам Бог видел. Элементы взяты из архитектуры 17 века. В этом есть свобода, вот эти арки такие развернутые, такой легкий модерн в этом есть. И плитка использована керамическая, которая стала из росы, да, символом модерна, но здесь она и поддерживает русский стиль. Я надеюсь, что восстановят это. Уже сейчас и восстанавливают. Да, я знаю, что восстанавливают. Мы как раз после рекламы продолжим разговор о Савинском подворье. Вам спасибо. Это программа «Мой район».